В Люберецком дворце культуры отметили Всемирный день учителя. Для виновников торжества звучали песни и теплые слова поздравлений. А лучшим педагогам по традиции вручились ратификаты на новое жилье. Мы опять собрались, чтобы в очередной раз сказать вам огромное спасибо за ваш труд. Я вам искренне желаю, что по жизни все получалось, удавалось, а главное здоровье вам. Учителя, воспитатели, специалисты дополнительного образования, ветераны педагогического труда. В этот день в их адрес звучат слова поздравлений и благодарности за нелегкий труд и терпение. На торжественном празднике присутствовали люди, которые внесли значительный вклад в развитие системы образования в Люберцах. Депутат Государственной думы Лидия Антонова в свое время работала учителем в Малаховской школе. Сейчас об этом периоде своей жизни она вспоминает с гордостью. Нам с вами предстоит и дальше заниматься очень трудной, но интересной профессией. Мы работаем с разными поколениями одновременно. И нам надо найти общий язык и с родителями, и с детьми, и с общественностью, которые ставят нам высочайшие планки постоянно. Хочется пожелать, чтобы наше древо образование Люберецкое имело только зеленые листочки. На торжественном мероприятии 10 педагогов получили договоры и сертификаты на новые квартиры. Почетными грамотами Министерства образования, знаками отличия и благодарственными письмами были награждены десятки учителей-воспитателей. А три человека стали почетными работниками сферы образования России. Учителя, как гордо это слово звучит, обремяя звезда. Луиза Икиасарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.